И предоставляю слово представителю Сирийской Арабской Республики. Продолжение следует... В частности, на этом наставил постоянный представитель Соединенного Королевства. Я хочу его заверить в том, что Сирия не сломлена, как он сказал. То, о чем он говорил в своем выступлении, похоже на какие-то фантазии о попадании в рай. Это напрасные мечтания, которые не отражают истинной мудрости постоянного члена Совета Безопасности. Три постоянных члена Совета Безопасности выступили, и оказалось, что они заново изобретают велосипед. Они говорят о том, что сирийское правительство пытается отвоевать Алеппо. А в чем новость? Как будто Алеппо... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если постоянные члены Совета Безопасности имеют по одной столице в своем государстве, то в нашей стране две столицы – это Дамаск и Алеппо. Госпожа председатель, вспоминаются и Шекспир, и Кавка, и другие авторы театра абсурда. Вот если бы они сейчас восстали из гробов и увидели то, что происходит, они бы, наверное, писали еще лучшие трагедии и еще лучшие пьесы, чем те, что они написали в свои дни. Вряд ли они стали бы слушать ту ложь, которую в свое время произнес король Лир. Некоторые из них сейчас говорили бы о страданиях. Продолжение следует... Они неоднократно подрывали любые попытки по регулированию, якобы случайно нанося удар по позиции сирийской армии. И в других случаях был французский террорист. Недавно его действия произошли в Тулузе. Это французский город. Он пытался осуществить теракт, и французские силы безопасности выступили по нему 300 пуль. Столько нашли в его теле. Ну а... Кто бы стал его называть умеренным оппозиционером? Испания может быть даже согласилась бы отказаться от страны Басков, а Франция согласилась бы на независимость Корсики, а Соединенное Королевство обеспечивало независимость Шотландии, а Соединенные Штаты могли бы пойти на независимость Техаса, но сирийское правительство не намерено уступать ни одного сантиметра нашей территории. Госпожа председатель, по запросу некоторых членов Совета безопасности мы собрались, пытаясь обсуждать эту ситуацию, но их истинное намерение – это защитить вооруженные террористические группировки. Они их называют умеренной оппозицией. Эти члены Совета безопасности, которые созвали это заседание. Эти террористические группы осуществляют нападение на сирийскую армию, на союзников. Вы забыли о преступлении Зуридина Нинке. Забыли о том, как обезглавили Абдалу Азу, палестинского ребенка, на глазах у всех. Вот тогда это движение контролировало лагерь Хондарат вместе с Аль-Нусрой. И мы считаем, что созыв этого неочередного заседания – это наглядный посыл тех стран, которые созвали это заседание. Это сигнал террористам о том, что они пользуются поддержкой и политическим прикрытием с их стороны, и что эта политическая поддержка будет продолжаться. Это призыв в адрес террористов оказывать давление на сирийское правительство и его союзников. Это сигнал о том, что то давление, которое они уже оказывают, приносит свои плоды. Исходя из нашей конституционной ответственности по защите нашего населения от вооруженных террористических группировок, которые сеют страдания среди наших жителей, нашего народа в Алеппо, мы начали военную операцию с участием сирийской армии и союзников два дня назад. Мы предусмотрели меры по защите мирных жителей, рекомендовали им не приближаться к позициям вооруженных террористических групп и принять необходимые меры для того, чтобы удовлетворить свои базовые потребности и базовые требования безопасности. Эти меры распространялись и на тех, кто был обманут, тех, кто обманом согласился воевать с правительством. Однако вооруженные группировки террористов не дают мирным жителям покидать Алеппо, они пользуются ими как живым щитом. Нам известно, что 2 миллиона жителей живут в Алеппо. Три четверти миллиона проживают в восточном Алеппо. Нашу страну обвиняют в том, что мы используем запрещенное оружие, но мы подчеркиваем, что любые военные операции сирийской армии и ее союзников на сирийской территории соответствуют Уставу ООН и международным нормам, а также резолюциям Совета Безопасности в отношении борьбы с терроризмом. Мы отвергаем сфабрикованные обвинения, которые бросают в наш адрес некоторые члены Совета Безопасности и которые нам бросают высокопоставленные сотрудники ООН. Они говорят о том, что мы якобы используем международно запрещенное оружие, говорят о том, что мы якобы намеренно подвергаем обстрелам мирных жителей. Но очень странно, что заместитель генерального секретаря, что старшие сотрудники опускаются до того, чтобы идти на такие лживые обвинения. Они основываются на лживых показаниях террористов. И в то же самое время они игнорируют вопиющие факты, которые свидетельствуют о том, что вооруженные террористические группировки, в том числе ИГИЛ, используют химическое оружие в отношении военных, сирийской армии и мирных жителей. В 40 километрах от Алеппо есть химический завод, где присутствует хлор. Но этот факт игнорируется. Я получил данные о том, что террористы намерены использовать фосфор и прочие опасные химикаты в отношении сирийских гражданских лиц. Однако они намерены сфабриковать факты, одеться в военную форму сирийской армии с тем, чтобы вина потом легла на военных сирийских вооруженных сил. Они пользуются именно этой тактикой, как, например, тогда, когда убивали Амрана. Они пытаются пустить пыль вам в глаза, пытаются изменить общественное мнение, распространяя эти сфабрикованные фотографии и кадры. Опасные химические материалы расположены в 20 километрах от Идлиба. Они также находятся на складах в Алеппо. Две недели назад, 6 сентября, этот склад, где хранится желтый фосфор, был осмотрен американскими экспертами, двумя американскими экспертами, которые затем отбыли в Турцию. Вот этой информацией я располагаю и сейчас делюсь ею с советом. Точно так же, как мы делимся другой обстоятельной информацией о деятельности террористов в нашей стране. Те, кто совершают преступления в Сирии, известны. Они убили 200 гражданских лиц в Меджибе. Они осуществляют удары и призывают к смерти. А их мишенью становится сирийская армия в Дей-Резоре. Они поддерживают ДАЭШ. Они оказывают помощь сотням, тысячам террористов, которые являются выходцами из ста государств. Об этом говорится и в докладе Совета безопасности, и в разных сообщениях. Мы хотим положить конец кровопролитию и страданиям сирийского народа. Руководствуясь этим, мы приветствуем недавнее соглашение между Россией и Соединёнными Штатами о борьбе с ДАЭШ и фронтом Нусра, а также их сторонниками, об отмежевании так называемой умеренной вооружённой оппозиции от Нусры, а также о прекращении боевых действий на неделю. Мы были привержены выполнению этого соглашения, однако те, кто пользуются террористическими группировками, в Сирии сказали им не принимать это соглашение. Более 20 вооружённых террористических группировок выступили с отказом соблюдать соглашения, включая Нурадзинас Зинки, Аль-Нусру и Ахрара-Шам. Эти заявления сопровождались ударами и обстрелами по позициям сирийской армии на дороге Костелло. Они нарушили это соглашение не меньше трёхсот раз. Погибло 200 мирных жителей, 150 военных, сотни получили ранения. Это намеренная тактика саботирования этой договорённости. Военные самолёты, так называемые международные коалиции под руководством Соединённых Штатов, провели бомбардировку позиций сирийской арабской армии, которая ведёт войну с Даэш в Дейр-э-Зоре. И это не первый подобный случай, когда совершаются подобные преступления. Вызывает сожаление тот факт, что некоторые члены Совета безопасности, а также некоторые высокопоставленные сотрудники ООН, в том числе генерального секретаря, призывают выполнять соглашение о прекращении боевых действий, несмотря на наличие фактов и доказательств, которые наглядно демонстрируют, что именно эти страны с самого начала поддерживали террористические группировки. И эти террористические группировки никогда имели намерение соблюдать прекращение огня. И реальных планов на успех этого соглашения не было. Об этом свидетельствуют действия и вооружённых террористических группировок, которые нарушают соглашение, а также действия так называемой международной коалиции, которая участвует в этом напрямую или косвенно. необходимо проводить различия между фронтом Ан-Нусрой и теми, которых настоятельно хотят классифицировать как умеренных оппозиционеров. Но всё это привело к подрыву тех договорённостей, которые были достигнуты в свете пятилетней войны в нашей стране. Это наглядно показывает отсутствие политической воли со стороны тех, кто спонсирует террористов. Они не хотят положить конец кровопролитию. Настало время для того, чтобы члены Совета безопасности, которые по-прежнему обманывают себя и общественность, поддержать то, что вы здесь проповедуете, в том числе и в отношении так называемой умеренной оппозиции. В действительности все эти вооружённые группировки это разные стороны одной и той же медали, а именно террористов. Это отзовётся по вам. Это будет эффект бумеранга. В ваших собственных странах они будут сеять террор и свою идеологию. И это станет прямым средством вашей ошибочной политики сегодня. А у кого найдутся аргументы в этом зале для того, чтобы обосновать ту поддержку, которую вы оказывали на протяжении четырёх лет тысячам этих террористов. Предоставляли им миллионы долларов оружия. Эта помощь шла группе Норадзин Аззинки. А именно эта группа обезглавила ребёнка в палестинском лагере. Эта ситуация это следствие ваших действий, ваших сфабрикованных политических компаний, когда вы объявляете о том, что есть какая-то умеренная оппозиция. А на деле эти оппозиционные группировки принадлежат к фронту Ан-Нусра. Некоторые члены этого Совета Безопасности обязаны прекратить эксплуатировать страдания сирийского народа. А виной этим страданиям вы сами, потому что вы оказываете военную, политическую и финансовую поддержку, политизируете сирийский конфликт. Это может привести лишь к затягиванию этого кризиса и к усугублению страданий сирийского народа. Это может пойти на пользу лишь узким политическим интересам, которые не имеют ничего общего с гуманитарными целями. Наше стремление бороться с террористами идет рука об руку с нашим обязательством по поиску политического решения путем внутри сирийских переговоров. вопрос будет решаться самим сирийским народом. Будущее страны будет определяться самим сирийским народом без какого-либо иностранного вмешательства. А по поводу решений, которые навязываются из-за границы, они полностью отвергаются сирийским правительствам. я хочу подчеркнуть, что любое политическое решение будет успешным только если будут соблюдены необходимые условия. Для этого понадобится активизировать работу по борьбе с террористами и по обеспечению примирения и продолжению этого процесса. все должны понять, что реальная война с терроризмом пока что даже не началась. Сирия обязательно победит. И благодаря этой победе будет выполнена обязанность Совета безопасности по поддержанию международного мира. Я благодарю вас за внимание. Я благодарю представителей Сирийской Арабской Республики. Я передаю слово специальному посланнику Демистуру для ответа. Редактор субтитров Редактор субтитров